добрые да у вас в порядке а у вас у нас тем более вы сказали вы хотели подавать коней на через аукцион да но это наверное через недели две будет через сколько недели две сейчас задерживает несколько несколько человек очень надеюсь что что я успею к этому времени можно посмотреть ваших колей вам показать которые на продажу будут у которой на продаже сейчас не так много постой здесь так есть сейчас о господи черный рысак жеребец как раз крючка крал как а да и отец разумираю сколько в какую цену этот восемьдесят и сюда сколько у вас на продажу 5 6 сейчас сейчас скажу 1 2 4 5 6 6 у меня есть один морган гнидой как у вас есть нарфольцев сколько нарфольцев пока жду пока нет ни одного ну как у меня есть жеребец на котором я ездила но не факт что я его сейчас продам но может быть продам на аукционе надо вот я же говорю пока некоторые люди у меня тормозят с которыми я должна была сработаться и пока что точно я не могу сказать вот мир и сам будет обычный который вам показал морган морган скорее всего да будет нарфольский какой именно я не скажу и теннессийская вороная привет нарфольцы вороные будут все зависит от потомства какое какое какого приведут не знаю но если нужен будет вороной я могу вам его найти сколько вы стоите вороной но насколько я знаю у них прям чисто вороных нету там только с белыми носками они идут у них обычно характерное пятно направо и задней ноги вороных да наверное скорее всего нет я просто ни разу их не видел ну он обычно просто полностью черный с белыми носками где-то чуть чуть ниже колен вот он около 60 долларов будет допустим если пятно какое-то в принципе нарфольские от 60 до 90 идут без разницы вороной вороной по-моему какой же еще сейчас не помню так пока что мы знаем о таких мастях как вороная серая в гречку форелевая чалопега она такая у нее расцвет как вороная как черно-белая она как как буренка как у коровы такая пятнистая пятнистая трехцветная у меня кобыла такая есть могу показать и буланы в яблоках на котором я ездила вчера мы с вами я ему показывала вам вот скажите пятнистую пятнистую сейчас покажу да я вообще в целом если у вас будут появляться новые нарфольцы можете мне сообщать посмотрела ну я жду я посмотрим да какие в принципе мне иногда другие конюхи говорят что у них есть я могу вам поискать какую вы именно хотите если агент и предпочтений просто посмотрите выбрать какую-то хорошо тогда сейчас пятнистая что вы хотите нет нет очень хорошо встряхивая они выравниваются сами это кобыла она пока что у меня на разведении вернись вот вот кобыла да не ну пока у меня кобыла и жеребец я жду до потомства а у меня появился фокстротер очень интересного окраса могу вам показать ну боюсь фокстротер сильно дороже будет ну да и сколько вот такой масти будет стоить такой ну 80-90 где-то так в зависимости кобыл или жеребец если жеребец сколько 90 если кобыла 80 ну да а почему так я не знаю почему жеребцов дороже продают так заведено у конюхов почему наверно подразумевается что он может дать потомство ну кобыла тоже может дать потомство но вообще на умные конюхи иногда оставляют жеребца и берут за случку приличные деньги вот как например у меня не было теннессийского жеребца я предлагала Габриэлю деньги за то чтобы свести кобыл с его жеребцом но он потом потерял ну да а это тот который у него украли да гнидой так дайте я ее заведу сейчас вам покажу фокстротера он конечно очень красивый хотя там кобыла я пока не очень уверена в ее продаже ну грэм я думаю продадите тихо это молодая кобылка ну вот таких у меня еще не было это ворона или я не вижу она в полоску да она тигровая такое тоже первый раз вижу угу быстро хорошая лошадь да быстрее чем на улице а вы знаете загадка как то вот и они мне как будто одинаковые я ездила что на том что на том они для меня одинаковые ну фокстротеры они более как вам сказать не то что более энергичные более жизненные что ли серые серые или белые в гречку нарфальдс есть у вас а фокстротер только на котором я приехала на пап ясно понял но если будут новые нарфальдс и сообщите мне да хорошо и вам город надо или вы тут останетесь если у одного нарфальдс и сообщить да хорошо и вам город надо или вы тут останетесь я в город чуть поеду давайте вас опровожу если вы спешите то видите я сейчас просто бинуты нет я был свободен а ну секунду сейчас я бидоны отнесу ближе к складу сюда какое в у нас я если есть так бинуты не вы не Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Так, 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 ребята, кто мне что писал? Я просто пролистнулась у меня А вы с Габриэлем, как, не поддержите никакие отношения? Нет А что? Ну, он как-то странно себя вчера вел Улыбался, ходил Я хотела, чтобы он помог мне Тут недалеко буквально лошадь надо было отогнать И подождать, пока Коваль ее подкует И все Я ему хотела заплатить доллара три за это Он сказал мало и ушел Даже ничего не спросил Ну, видимо, нашел другой вид деятельности, которому больше по душе Ну, ходил по городу, бродил Ну, ладно Габ сам начал был странный Но пока он себя не показал Мы с ним вроде как поддерживали общение А потом Он сказал, что все мы козлы Что во всем виноваты Что мы плохо там что-то делаем И все Мы все больше не общались после этого Он сказал, что Чтобы не привязываться Он говорит, что друзья Больно, когда друзья бросают Поэтому говорит, чтобы мне не было больно Решил, видимо, сразу порвать с вашей дружбой Короче, не знаю Увидела так Да, я поняла Да, если можно взять Гляди Я так понимаю Вам Нарфольские нравятся, да? Да, я Как только увидел эту бороду у себя Я сразу у нее как-то, знаете Я на подушевле стал Ну, если что-то буду знать Я вам скажу Спасибо В принципе, цены на них Очень даже Лояльные Дальше в городе Да И вам тоже Ну чего Спасибо 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 Добрый вечер Спасибо 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 Здравствуйте Здравствуйте Да Добрый день Слушайте, я тут таким вопросом задалась Я заходила к банкиру Спрашивала у него Знает ли он что-то О владении Ну, кто Чем владеет в городе Недвижимости И тому подобное Он сказал, что он не имеет Немного понятия Может быть Вы В курсе Ну, потому что я просто не знаю К кому обратиться Не к моему Знаете Да Знаете Мисс Флетчер Извините Что вот так вот Вас на пол слоя Перебил Да Но могу с уверенностью Вам сказать Что Мистер Пи Уж очень лицемерная Гнида Не побоюсь этих слов Ебать Господи Боже мой Нормально Все в порядке Не ранен Вроде как нет Фух Ну и слава богу Я Я Сначала Не поняла Вообще Откуда это Ой, блять Не досмотрели Нормально Так вот Продолжим Да Закрой На чем я остановился На том, что Мистер Пи Это лицемерная тварь Которая Ничего не понимает В банковском деле Да Кажется на этом Я смотрю Вам прям нравится Это повторять Да Потому что Знаете У меня Сегодня с утра Возник диалог И примерно По вашему вопросу И я могу сказать Что Он меня буквально Послал нахер Привет, Шекельфорд Вот Ну Здорово Прямо что ли? Ну почти что Я думаю Что у нас Появится Вскоре Новый банкир Но Не могу Это утверждать Не, ну Вы знаете Услуги У него На самом деле Достаточно Вроде бы Как Справедливые И приятные Но Просто Что я Думала И правда Что Все-таки Банк владеет Информацией По поводу Недвижимости Ну Что ж Ну Мистер Пи Да Я не буду повторять Пожалуй Уже в третий раз Хоть и бог любит Троицу Но Черт возьми Это тут стреляли Блядь Да Здесь Да Куда Да как Да ходяга Очередно Решил Стрелом Посветить В общем Понятно А что вы вообще Хотите узнать Какое именно Заведение Бакалею О нет Зачем Не Бакалею Ну может и расширить Бизнес Хотите Ну я не продукт Торгую Ну молоко Вроде как продукт Ну ладно А как бы А я не только молоком Торгую Ну и Конечно Черт возьми Я уже понял Черт возьми Хацан Ты иногда Перед паровоза Иногда тормозишь Как черт знает что Я просто Хотела узнать Что у нас Ну да Кто владеет Конюшней Потому что Ко мне очень много Жителей обращается По поводу Седел Кормов Для животных Щеток А у нас это только В Синдене А в Синдене Сами знаете Какие цены Знаете как Видели же На территории салона Такой маленький Скажем Амбарчик Вот В принципе В принципе Как только Мистер Кроменберг Решит свой вопрос С банком По поводу Арендной платы Я думаю Вы в плане Вправе договориться С ним Это все же Территория салона И Как бы Да Вот так вот Поделить немного Территорию Да И просто будете Там маленькая Да А вам не хватит Там больше Конюшня для гостей Если они Остаются Ночевать Вот там Хорошая Конюшня для гостей Может быть Вам тогда Лучше съездить В банк Синдени Там Этих банков Тьма тьмущая Вы думаете Они в курсе Насчет Здешней Недвижимости Ну Знаете Если Если Они Вам Там несколько же Банков Синдени Насколько я помню Вот Съездите В принципе В каждый Спросите Если Они Не смогут Вам ответить Ну Тогда Мы уже Будем Решать Что-то С мистером Пи И с вами Ну В любом случае Это пока что Так В мысли Да Ну Просто Мистер Пи Явно Некомпетентный Человек В банковских Вопросах И Вопросах Имущества Да Вот Это Лично Мое Мнение Кто-то С ним Согласен Кто-то Нет Ну Знаете Владельцам Какого-либо Бизнеса Он Очень Хорошо Относится Ну Это Логично Знаете Я в принципе Не удивлен Такие Как Он Ладно Я не буду Продолжить Да Я смотрю В городе Лагерь Разделился Ровно На тех Кто Любит Мистер Вернее Кому Он Хорошо Относится Кому Не Очень Потому Что Слухи Разные Ходят Да Кто-то Желается Кто-то Мне Скажу Слухи Всегда Ходят Что Про Прейту Это Что Про Крееров Что Про Офис Шриф Что По Мистеру Пи Они Всегда Черт Возьми Будут Что Ладно Тогда Я Узнала Что Хотелось Спасибо Не За Что Доброй Ночи Не Схочи Вам Доброй Ночи Мы Тебе Так Лучше И Не Стол Подождите Пожалуйста У меня вопрос К вам А вы не видели Мисс Нэш Либо Мистера Брейтвейт Старшего Или Младшего Не Я За Город Не Выезжал Городе Не Видел Мисс Нэш Я По Мон Даже Вчера Не Виделось Честно Вчера Я Видел Мне Просто Сегодня Нужно Это Шерифу Кажется Совсем Не Здоровится Мистер Нэш Просто Вчера Пожар Был Греев Поэтому Кстати Известно Кто Это Сделал Пока Нет Но Улики Есть Слава Богу По крайней Мере Раскрутить Это Можно Поверьте Те Кто Это Сделал Будут Посажены За За Решетку Как Сканокрадами Будем Да Доброй Ночи Мисс Лочер Прошу Прощения О Господи О Нет О Нет О Нет Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Нам сказали Что Не Вроде Не они Фу Здравствуйте Вы Отличный Конь Да Все Никто Город Не запомнит Это Кобыл Этот Вы Не Видели Брейт Вейтл Сегодня Только Младшего Ага Буквально Полчаса Назад Кукурузу Ему Продал А Ну Он Дома Да Младший Да Старшего Не Видел Может Сыпается Или Еще Поняла Спасибо Только Стемнело Ладно Поеду Как у вас дела Да В порядке Слава богу Этих Врачей наших Не видели Нет Их тоже Ищет Ну Куда-то Ладно И ждем Может Рассвет Объявится Ну да Красивая Что ж Не смей вас Задерживать В таком случае Ладно Ну да Она Красивая Надо Ее Периодически Выгуливать Поэтому Нормально Да Это Блин Просто Бинго Какой-то Пошли Задерживать Ехать Хочем Или Не ехать Ну да Ну да Начинается Похитить Блять Только Началась Ночь Блин Надо Как-то Как-то Ну да Как-то Как-нибудь Надо Как-нибудь Как-то Как-нибудь Только Ночь Началась Ладно Давайте Рискнем Что-ли Ночь Блин Ну Конечно Лучше Наверное С присутствия Отца Разговаривать Я даже Блять Даже Не знаю Или Подождать Немножечко Хотя Девять Часов Уже Алло Не могут Возмущаться Что я Приеду Ночью Немножечко Бесполезно поторчать на улицу Давайте лошадь здесь оставим Вот сыночка этой кобылки стоит Жон, давай карабин в руку, разберемся с этими черными Ну да, вон там, вон там, вот конюшня, вот туда Капец, как он там? Скоро весь рост в твоих лошадях будет Да, да, пусть, пусть Пусть покупают Здрасте Так Блядь Ну да, да, надо дождаться, пока я буду шататься, да? Чтоб я, блядь, купила еду Конечно, конечно Не, пошли в бокалейку Блядь, сейчас мы в бокалейке ем Я орну, если в бокалейке тоже не будет И вот интересно, это я счастливчик такой вот, что? Мне магазин не продает, или что? 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 А вам по душе только там сидеть? Раз Мэм Знаете, когда у тебя ничего нету, и тебе нужны хоть какие-то деньги для того, чтобы просто купить себе еды, я бы и посидела бы какое-то время там А вы, как, может быть, чем-то увлекаетесь? Может быть, с помощью этого работа найдется? Слушайте, а на самом деле я ничего особо такого не умею У меня... Да Радская история вышла Еще У меня тебе нужны деньги, потому что мне болит мама Еще одни не умеющие Для того, чтобы ей как-то помочь Я раньше работала в постели, но там получился не очень приятный инцентент, поэтому я решила попробовать, так сказать, подзаработать где-нибудь здесь А лошадь хотела купить, чтобы мне удобно было ездить и сюда О, правильно, лошадь надо покупать Потому что на поезде не накатаешься Я думала, может быть, здесь где-нибудь снять комнату в отеле или что-нибудь там И, может быть, отсылать деньги по почте Но пока с этим сложно Ну, в принципе, я все тут, все в тот второй день, так что я думаю, все впереди Ага Может быть, мы еще все-таки вдвоем сходим? Короче, печенье восстанавливает одну четвертую Да я с радостью, но я как-то стесняюсь, я не знаю, почему Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ налей ко мне еще бокальчик дама будет танцевать пара папа какой-то симпатичный мальчик его хочу себя в кровать я такая крутая когда выпью вина я как будто летаю и идите все на угостить и дамы спички чё-то там да тара 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 тарадан даже не понял пуру пупу добрый вечер добрый вечер печеньками засухомятились только что запили водичкой прям классно чисто и до конюха разводишь лошадей жри как лошади пойдем травы пожрем порой мне кажется надо какого-то чудного персонажа сделать да порой не хватает ханове мне сильный воин хороший воина один ходит никто не нужно один природа хорошо так нужно кушать охота олень пошел жарить шкура хорошая сумка шил подай в обмен зеленой бумажка сделал сумка смотреть далеко близко куда у ней че куда мне податься пара пара папа че-то кричат песни стой здесь лошади сколько времени 12 часов только динозка джеймс здорово анна малышин паузы не не то благотиться первый джеймс надо было элли с раздвоением личности делать по ночам чтобы ханой выходила да да нет для этого у нас есть аврора я боюсь здесь не одобрят аврора миссис флетчер привет против составлю вам компанию ладно аврору но хотя да было бы интересно если вы увидели аврору уже аврору не видели как ваши успехи пошли брэйтвейтер а я не ездила ночью на дворе они меня сейчас вряд ли примут вот да да могут дайпу допустить да это все пишет хорошо то есть ничего хорошего в общем неважно да а ну да у грэга аврору меня частично точно аврора аврора работников в последнее время в городе нахрена не сыщешь о да всем подавай престижную работу за большие деньги схватка на кулаках да когда они драли возможно всех работников схватили брэйтвейт так то один который я не помню как его звать который работал с священником с преподобным янгом он ушел брэйтвейтом теперь преподобный сам афроамериканец а я даже не знаю а ну это клинтон да если вы про него конечно да клинтон хороший мужик мечета вчерашним вот такому задиристому уже было ему зубы выбить аж до сих пор влазь берет ай эх встречали кого-нибудь интересного в городе в последнее время не жизнь замерла может что-нибудь не знаю что организовать для города может не знаю выставку там какую-нибудь допустим достижений я планировала сделать на лошадей но пока что это так в раздумьях я понимаю там уже подешевле да будет чем средняя рыночная цена ну аукцион он да цена будет изначально ниже а там уже кто кто за сколько будет так ладно какие у вас сейчас какие лошади да какие сейчас в наличии есть интересно как у них есть ммм ну сейчас есть морган пенессийская рысак а что-нибудь такое по это что-то еще а помошней у меня будут миссурийский фокстротер и будет еще нарфольский рысак о да по чем они будут нарфольцы от 60 до 90 а фокстротеры все по 130 они идут по одной цене да надо будет это заглянуть к вам на выставку да ладно я про моему старику уже да 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 прогуляйся так ребята сейчас я оставлю окно но заглушу войс мне надо сейчас на одну тему поговорить с админами сейчас сейчас я Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Так, все, я здесь. В общем, да, вот моя идея, которую я вчера предложила, 50% можно ее реализовать по поводу конюшни. Единственное, что маркера типа с моими лошадьми там не будет. А так вполне можно реализовать, сказали. Еще даже четырех. Нормальный четырех нет. Пойдемте послушаем сплетни. Одно слово, я могу сказать, что 10 долларов за последний месяц заработал. Ну и дам вам доллар. О, мисс Флетчер, мой друг вас искал. Который? Мистер Романа. О, нет. Вон он сзади, по-моему, идет. Романа, вот как раз-таки мисс Флетчер здесь, можешь спросить ее по поводу лошади. Здравствуйте. Здесь? Или пойдем в сагон? Поговорим. Да без разницы. Пойдемте тогда до сагона. Пойдемте. Давайте карету пропустим. Да. Ой, да, это же ребят, это же администрация. Я бы хотел коня купить, такого, чтобы помощнее, побыстрее. В районе 100 долларов. Ну, до 100 долларов. А насколько вам срочно нужны? Ну, насколько вы можете срочно. Ну, у меня есть рысак вороной за 80 долларов. А как он выглядит? В лошадях не очень, наверное, есть. Ну, такой не низенький, не высокий, среднего... Просто, так сказать, вороной полностью черный, без какого-либо пятна. Полностью черный. Жеребец. Жеребец. Это есть такой. Садовись. Так, кто еще у меня есть? Ну, прям таких сейчас помощнее. Но самое главное, чтобы я на нем не выглядел как, знаете, как гигант. А, нет, рысак достаточно хороший. У нас здесь в конюшнях такие продаются, правда, дороже. В принципе, вы можете посмотреть на таких. Я видела, вроде как, у них есть. Вот. Так, рысак. А еще что можете предложить? Есть Нарфольский и Фокстротер. Но Фокстротерка была. Пока что я ее продавать не буду. Нарфольский тоже надо дождаться у меня потомства. Понять, кто там у меня будет. Вот. Нарфольского рысака около 90 долларов могу продать. Он буланный в яблоках. Ладно, ничего не понятно. Точнее, все понятно, что ничего не понятно. Мы можем просто, когда будет светло, поехать ко мне на ферму. Я вам их покажу. Либо же я могу вам подыскать лошадь в знакомых для меня конюшнях по приятной цене. Ну, по моим ценам. А вот давайте поутру, или когда вам удобнее, мы съездим до вас. Ну, или я пешком, например, пойду. Хорошо. Не, ну, я могу вас подвезти. Вот. Хорошо. Вам что-нибудь покушать? Может, выпить? О, нет, спасибо. Я перекусила уже. Ну, как хотите. Ладно, тогда как освободитесь, то сообщите. Да, хорошо. Я всегда в губы. Договорились. Всего приятного вечера. И вам того же. Ну, рысака свистеть с кобылой, блядь. Сегодня это сделать. Я реально, блядь, всех своих лошадей узнаю. Где, какая. А он моя, а он тоже, которую я там или выкупила, или поймала, или выплодила. Хорошей дороги. На уж. От пару минут ты тут была бы, черт возьми, дуэль. Да нет, дуэль бы не было, с чего бы. Знаете, это была бы самая смешная дуэль, из-за еды. Ну, а что? У нас что-то не была, черт возьми, война из-за черт возьми свиньи. Ах, ладно, я ничего не буду говорить по этому поводу. А вы разве не знаете эту историю? Ты уже всю ночь разглядываешь вот этот вот прекрасный окно. Так, я стою, я общаюсь с достопочтенным шерифом. Я общаюсь с достопочтенным шерифом. Да я только недавно спустился. Так вот, по поводу, да, Наймона работала. Они же не постоянные персонажи, смысл он нанимает. Ой, боже ж. На тебя еще смотреть, я лучше смотрю на мисс Летчер. Вот только что хотел это сказать. Она все, все же она будет куда приятнее тебе. А, спасибо. Вот, за пол, привет. Оценила. Да ты больше предпочел окно, чем мисс Летчер. Так, ну ты меня доконаешь, все. Да, теперь будешь смотреть на зубы, отлично. Лучше фокус спеливайся с тобой больше. Так, я смотрю на мисс Летчер, отстань. Ты смотри, засвучаешь еще. Белушку. Эх, черт возьми. Да, все больше и больше интересно, что же будет. Знаете, таким темпом, мне кажется, вы выкашлите свои легкие. Миссис Нэш, вернее, Мисс Нэш, так и не нашли до сих пор. К сожалению. Может, она убрит вейтл? Мало ли. Последнее время она там очень частый гость. Ну да. Сэр, поедем, наверное, да? Просто у меня потом дела тоже будут пос... Да, конечно. Да, конечно, мы тебе спустим. Мистер Романа, какой же вы человек. Да, прилично. Эх. Так, давайте. Опа. Ой. Кодилок у меня хороший. О, блин. Мои, мои эти красавчики едут. Идут. Сэти, такой вопрос. Вы нашли грабителей? Ну, там вроде как нашли, повесли. Блин. Вернее, не повесили, но их убили. Да, Лиз. Они слили, как они. Ну, куда я сейчас подойду? Да и зачем мне подходить? Слушай, ну... У нас сейчас вот светлее стало. Нам надо сейчас Брейтвейтом, бляха, сгонять. Наконец-то забрать лошадь. Брейтвейтом, бляха, сгонять. Брейтвейтом, бляха, сгонять. Да. Ну, сейчас лошадь покажу. А что? Можно вас буквально украду на угновение. А, ладно. В общем, посмотрите, это ворной рысак. Да. Всё хорошо. Это тот, который за 80, да? У вас не будет, если ка, может, бутылок или бутылка молока. Здрасте, красивый мисс. Молоко моё. Я туда вожу. Ладно. А что вы хотели? Молока. Да ничего, просто захотелось. Да. Да. Молочка захотелось. Посмотрел на коровку и... Всё. И разум затуманен. Ну, мы поедем туда. Да, что ж, заезжайте. Ну, если что, молоко есть в бакалейной. А, хорошо, спасибо. Так, это получается, он за 80, да? Да. А тот, который за 90... Сейчас покажу вам его. Господи, Иисусе, нахрен. Блядь, это... Шука лошади, это просто... Какая-то срань. Какая-то срань. но честно сказать насчет этого жеребца не уверена потому что у меня кобыла и он один конь жду потомство если бы я знала что у меня жеребчик родится я бы вам спокойно его продала хотите просто хотя вряд ли вы будете ждать а ждать сколько ну в принципе она скоро должна уже вы хотите этого ты его думаю а вот кто лучше вы можете вина того на того присесть посмотреть как вам видео всем по разному лошади кто-то любит рысаков кто-то морганов не угадаешь можете посидеть на нем поехаться да я вот вам нас так давайте знаете как я у вас его куплю если он вам понадобится так 90 долларов да сейчас я купю давайте я вам сейчас секундочку так в общем вот здесь он закончик так давайте я сначала деньги что давайте вот и продали блять какой аукцион ребят так у меня здесь какое-то силу было можете накинуть его лошадь так 90 так вот держите пересчитайте и а вот так да да все верно в общем да вы его тут я сейчас приду принесу копчу заполнил у меня был один раз инцидент я помню короче в gta играла там один паренек тоже также достал деньги и передал и все и сидит мы такие типа и и а он ждет и вот года я вам передал смысле вы мне передали а он типа отыграл что он типа передал нет к сожалению пока что они здесь будут лежать к сожалению хотя можно бросить на депозит наверно прочь ладно разберемся надо кучу и взять заполнить заполнить кстати а где моё оружие в лошади наверно есть в лошади да я надеюсь лежит на седло даже не менял оставил как есть поехали в город я вам в городе ее заполню я ее взяла то мало ли у меня порой бывает небезопасно да у меня ружье в лошади да у меня ружье в лошади не на седле секундочку проверю дверь закрыла или нет по-моему я ее закрыла ну все жеребчика отдали не ну заплатим потом ему за случку ну а че прям полностью халявные лошади что ли мне достаются на что-то скитывает какие-то карманы какие-то эти подковки и все остальное ну как вам нравится хорошенький достаточно мне кажется это самый хороший конь за свою цену нарфольские вернее фокстротер вот на котором я сейчас я живу они на самом деле не сильно то и уступают этим лошадям но все же фокстротеры дороже на 40 долларов и они по цвету белоснежные кони они вроде всегда дороже ну как вам сказать например у нарфольского рысака есть похожая лошадь то есть но если эта масть она видите в яблоко у нарфольских рысаков она такая как будто в маленькую крапинку еле заметную ну тоже почти как белоснежный он наоборот дешевле будет стоить потому что в районе 70-60 долларов будет но они просто не такие выносливые и не такие быстрые ну я думаю вам эта лошадка понравится ну я так понимаю давно этим занимаетесь уже около пяти-шести лет даже больше пяти-шести лет вот так вот мы живем так от меня что-то требуется все хорошо все хорошо так вот теперь Продолжение следует... 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 Мистер Брейтвэйт! Мистер Брейтвэйт! Мистер Брейтвэйт! Мистер Брейтвэйт! Слава Богу они сюда его! А там скорее всего сына поехал! Мистер Брейтвэйт! Я же не могу у вас поселиться! Вы же понимаете, да? А ночью я к вам не приезжаю! Потому что вы сами сказали не приезжать ночью! Так что же мне делать? Как меня выловить? Не нужно никого вылавливать! Я отправлю за вами Сэмюэля, как только его увижу! Кстати, у нас будет в четверг большая рыбалка на одном из островов! Вас приглашаем! Будет большой праздничный вечер! Пикник! Вы будете, мисс Летчер? Я не знаю буду я или нет! Но просто вот вся эта ситуация меня немножечко уже начинает оскорблять! Потому что мы договаривались! Я уже сюда хожу! Мисс Флэйчер! Мисс Флэйчер! Не мне вас учить манерам! Но тем не менее, мисс Флэйчер! Я же сказал вам, что я отправлю Сэмю или к вам! Обязательно! Он отправился в Сен-Дени! Что вы сейчас от меня требуете? Я не понимаю! Это очень-очень щепетильный вопрос, мисс Флэйчер! Мы же с вами вроде бы добрые приятели! Мы рады вас всегда видеть и привечаем вас всегда в гостях! Мы же никогда к вам не относились плохо! Я понимаю, мистер Брэйчер! А сейчас вы ставите меня в позицию, что я вам будто что-то должен! Прошу меня простите! У меня уже, вот честно, настолько это заебало, вот честно! Мне одни никак не отыгрывают! И здесь тоже! Вот за что? Я не выкупаю двух лошадей! Я не выкупаю! Я хочу выкупить одну лошадь! Я все отыгрываю! Я прихожу! Ребята, ну можно, пожалуйста, на меня не плевать? Вот ну что? Как это, блядь? Я все! У меня уже, блядь, это вот тут сидит! Я что, я должна ждать? Он вчера просто со мной не поговорил! Я сейчас должна сидеть в игре и ждать, пока он такой, типа, а, да, приедет за мной! Ну, типа, алё, блин! Ребят! Сколько нахрен можно, блин? Уже все, блядь! Уже, да ну нахер, короче! Все, я наигралась, ребят! Блядь, настроение в минус просто! У меня эта цель никак просто, она не двигается! Она никак не двигается! Просто потому что, как будто вот меня нет! То, что я прошу, вот эта вот цепочечка, как будто меня нет! Как будто это настолько вообще не важно! Ну, я просто не понимаю! Да, дайте вы уже эту лошадь! Я буду приезжать, отыгрывать все там дальше! Блин, не вопрос! Ну, дайте сдвиг хоть какой-то! Вот, хоть какой-то дайте, блядь, сдвиг! Ни там, ни сям нету! Я тут! Блядь! Блядь! Так... Ты! Блядь! я буду я себя ощущаю просто магазином просто магазином лошадей и все по сути больше типа мой персонаж здесь нахер не всрался никому нафиг вот просто все единственное что можно сделать с миссис флетчер это ее грабануть и по сути больше ни хера все что точно почему я вспомню до лошадь нужно все 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 больше миссис флетчер как бы здесь нахер не всралась вообще просто ничего от нее больше не надо все классно классно просто я одного паренька уже 2 не уже неделю прошу зайди пожалуйста зайди ты же мне дал вот этот вброс но зайти как же я тебя выловлю зайди отыграй пожалуйста и до сих пор меня отыграли один маленький мой маленький вброс сделали да типа вот есть туда в сын да не все когда он зайдет чего как каждый день пишу говорю зайдешь зайдешь то рпс запланировано то еще что-нибудь с этими блин а халтыкин сами тоже захожу ну дайте туда подождите да давайте поговорим а давайте то а давайте все ребята уже бляха неделя с лишним проходит мне уже просто нет слов блять тебя банкир просил зайти к нему он сказал что тебе документ какой-то дал неправильный да спасибо не сказал чтобы ты показал то ли купчат или что на лошадь ага хорошо откуда вы знаете что я за на лошадь брал деньги он обмолвился интересный банкир мне без разницы помните я говорил вам быть осторожнее с растам риком и джоном да помню повторюсь будьте с ними осторожны и они хотят вас ограбить они подожгли поле грейф откуда ты знаешь ты уверен в этом они прим нет обсуждали они их моксли нанял чтобы они подожгли поле грейф чтобы у него были поставки табака наладились это было пару недель назад две недели они искали всякие штуки для самогонного аппарата чтобы сделать самогон и им поджечь поле три охранника убиты вчера их не было в городе когда был пожог они подожгли поле они предложили 10 долларов за молчание я сказал что этого не терпеть не буду они мне угрожали моей жизни поэтому знаете если я погибну то это их друг дело они пообещали рассказать гадости всем гу всему городу что меня не город не поверит потому что я один это правда есть только одно мое слово но я никогда вас не обманывал так что просто будьте осторожнее когда они к вам на заявится в следующий раз но не вроде как должны охранять мою землю у нас с ним договор был удобно правда и что же ты мне предложишь что мне делать ничего никто сама работать не хочет будьте осторожнее все что-то насчет бабы с раздвоением личности чем меняем перса пусть город остается без лошадей нахер а а и 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 я не знаю у меня что парня какой-то у меня реально все как будто булят блин и и есть может я неинтересно еропей делаю блять какое-то не знаю что у меня все булли да я знаю что они собираются ограбить это было очевидно это в принципе и сначала даже из того момента как мы только создавали персонажи я знала что ребята будут делать кроме персонажей и не факт что у нас персонажи с дружится и типа как бы я знаю что они могут грабануть я я это знаю вот просто главное чтобы если они меня грабанут не так чтобы меня сломать все что если они меня ограбят например на всех лошадей или оставят там одну-две а у меня их сейчас по-моему что 9 стоит и обчистят дом обчистят на оружие обчистят все тогда я просто скажу и что мне делать если они меня ограбят на одну лошадь вы не видели мистера вайта нет не видела у вас проблемы знаешь ты мне рассказал вот эту вот новость брейд вейты с брейд в этом и у меня был некий уговор а теперь они как будто отлынивают я не знаю что мне делать мне это уже я могу помочь в лету это до что не было насчет них но нужно это лошадь стоит породы ну да мы договаривались с ними что я у них выкуплю ее заплачу за случку и за кобылу либо двумя лошадьми либо деньгами вот ну я пришла к ним вчера с деньгами и сегодня приехала я уже несколько дней езжу они меня просто не могут нормально принять и вчера младший брейд вейт сказал что оказывается он хочет чтобы кобыла им привела жеребенка об этом уговора не было ну в любом случае как бы я хотела кобылу забрать к себе и пусть бы она ожеребилась но короче не знаю это попахивает ну и только что я когда была у брейд вейтов старший на меня нагрубил мягко говоря он так это сделал прилично как будто я его оскорбила тем что сказала что я к ним езжу уже не первый день и постоянно я не могу с ними договориться насчет этой лошади он на меня надавил сказал что миссис флетчер вы на меня в общем ставите меня в такое положение что я вот вот такой вот на хороших ваших глазах что-то типа такого и я просто развернулась и уехала и теперь я не знаю что мне делать я не знаю как мне идти кланяться ему в ноги и пытаться выкупить эту кобылу а потом наплевать на них либо что проститься с этой лошадью а где еще найду короче я не знаю плюс ты мне рассказываешь что здесь вот такое я собиралась сделать ярмарку и распродажу ну как аукцион на лошадей порядком около шести лошадей хотела выставить на аукцион а ты мне расскажи вот такие вещи просто прекрасно работаю не долю не хочет обворовывать меня за милую душу до купер тоже с ними удали купер да шриф то есть вас не смутило когда поймали помните двух людей которые на ваш на на напали на вашу ферму да ну да да их отпустили без доказательств вроде сказали что они сбежали а ну отпустили потому что не были доказательств до шериф потом при всем у церкви сказал что их отпустили а потом их поймали и пытали в каком-то месте не шерифском офисе и они тогда признались но вы представляете как как во в чем могут люди признаться под пытками во всем во всем что угодно мистер купер вообще говорил что все что вы найдут у них отдадут мне но мне отдали только лошадь и все что нашли у них отдали росту их и ребятам им он заплатил им за то что они убили их раз джон и рик ограбили станцию господи тогда когда ты здесь бегал или там что-то тебя пытались обвинить в этом да а ты сказал об этом шерифом шерифы с ними заодно господи куда мир катится хотя до чем их им заплатил кто-то из салона чтобы они сточили список расписание поездов они давно хотели ограбить поезд я не знаю было для ограбления какой-нибудь или не было но список они стащили никс помните такого помощника шерифа да конечно он на них вышел до на следующий день он погиб погиб на вашей ферме как вы думаете кто нанял этих двух людей нападавших на вашу ферму как тот момент когда был никс там из и почему тогда этих людей двух отпустили потом убили где непонятно где господи вы хотите сказать что это было заказное убийство у меня на ферме две лошади были для них как приятное дополнение а потом когда я я я я все это знал они они болтливые очень когда я сказал что я не хочу участвовать в этом не джон сказал что я слишком много знаю и на следующий день мою лошадь своровали около ваш от вашей фермы просто непонятный человек взял и увижу своровал на ложь это конечно он поехал из приятное течение обстоятельств скорее всего но связка прикольная а вы вспомните кто выдал моего моргана которого я на которого я обменял это вот они меня подарили его да да то что дали то и забрали получается слушать из такой уверенностью это говоришь может это ну там совпадение какой-нибудь нет я помогал им знаете что они живут в доме недалеко от ван хора они говорили что они живут в доме какой-то который достался ту лет какого-нибудь какой-то кузена или кого они убили всех людей которые там жили они сказали это было первое наше дело с ними они сказали что гавриэль помоги ты умеешь стрелять помоги нам пожалуйста там бандиты которые что-то плохое сделали расту и мы пошли и когда началась стрельба я никого не я никого не убивал я убил первый раз человека который напал на перевозчика которого я сображдал я вам сейчас не вру и просто вы убили всех людей заняли их кто да господи этих людей до до последнего утверждает что это те люди которые ему как-то перешли дорогу но среди них были женщины я стоял смотрел я пытался как-то осознать все происходящее не мог я не могу стрелять людей я понимал что это я понял когда только мы приблизились я понял что это не то я пошел осмотреться и кто-то меня ранил я не знаю кто это но я предполагаю что это мог быть кто-нибудь из ребят чтобы потом сказать что видишь гавриэль какие-то плохие люди они тебя туда тоже стреляли но когда я к ним подходил они ко мне и стрелять меня стрелять не хотели не защищались защищали свой дом поэтому когда они ограбили станцию я вы помните я говорю что я решил с ними порвать все отношения потому что лучше первым бросать друзья я понял что я не видно но они затащат меня с собой не понял я мы с никсом ехали и мы пытались понять как доказать их виновность я сказал что я попытаюсь у них что-нибудь разузнать и на следующий день погибает у меня нет слов и теперь я не знаю как мне спать просто забирайте замки когда услышите какой-нибудь шорох на своем участке стреляете потом разговариваете у вас есть место где вы могли бы спрятать спрятать лошадь допустим ту которую вы хотели бы да кроме раньше моего нигде больше просто может такое случиться что к вам приедет эта лошадь но бритвы ты будешь искать допустим ох ты что я же с ней не смогу ничего сделать ну да вообще ничего но и доколе она у меня спрятанная будет понимаешь если это настолько редкая порода в наших кругах что если она пропадет у брейтвейтов и вдруг появится у меня откуда-то это будет слишком подозрительно если бы это был морган и еще ладно а халтыкинская это слишком слишком приметная лошадь ну где-нибудь спрятать ее под аппарата времени я просто вижу как они к вам относятся они конечно мне платят за случку но но вы делаете за них все я конечно могу предполагаю что ты задумал но не надо ты знаешь что с такими людьми делают да я знаю не стоит но просто знаете что готов вам помочь ну да вчера ты мне помог в общем спасибо что ты мне помог подсну рассказал все ты что у тебя в банке я взял кредит потому что мне уже были нужны деньги для моих для того чтобы выжить против понимаете я моей жизни грозит опасность они в любой момент могут меня убить я знаю все поэтому я сказал банкиру что я беру 50 долларов на на лошадь потому что потому что нужно он сказал вчера когда я у него была он сказал что что-то он то ли неправильно написал в документе то ли что и сказал чтобы ты как можно скорее к нему обратился и лошадь и вернее то ли он сказал купчу показать то ли что потому что сказал на лошадь я спросила он что собирался лошадь покупать он сказал что я не могу вам рассказывать но просто передайте ему чтобы он как можно скорее ко мне обратился ладно ну пока его не видел обращусь как каравиру но в прошлый раз когда я вас покупал теннисийскую вы мне купки никакую не давали вроде они тогда печатались но у меня я могу тебе дать кучу на теннисийскую если она тебе нужно ну да наверно чтобы ну да ну не сегодня это завтра а да и еще все что вам рассказал я написал в письмах мол в полицию сен-дени греем потому что они в них поджог они сделали и пинкертон сам на случай их отправит если я погибну поняла здравствуйте сэр здрасте да да ваш карандаш я что ослеп просто я смотрю солнечной стороны не могу разглядеть были это прекрасная леди что сделала бы меня своим ковальщик ну или как вы сказали коваль коваль да мне нужно посмотреть как вы это делаете все таки подковывать лошадей я пришел мятин к вам я пришел к вам с бобо бобо подойди сюда поздоровай здравствуйте мэм здравствуйте дама которая смогла очаровать этот город своими конями столь известная обращайся с ней уважительно бобо боже я не могу в общем достопочтенная миссис фэн вечер когда вы дадите нам эти короче чтобы к вам пришли короче что-то там у вас поделали может потому что бобо он хочет работать очень сильно хочет работать сильно что если мы начнем не с подковывания лошадей а ну например почистить стойло раскидать бобо может убирать говно ну там не только это я все очень сильный бобо все будет делать вы просто приказываете ему пальцем он делает правда да лишь бы плати ну я в том числе я теперь весь в вашем распоряжении я пришел в офис шерифа и хотел стать помощником нет ворот поворот дали я теперь очень злой а я еще кара характеристику эту писал чертову сидел каляк хотел сказать ладно они меня в общем мне очень нужно чтобы не помогали убирать загоны после я это делаю сама и об этом может я буду платить 2 доллара за уборку подойдет 2 доллара конечно 2 доллара конечно боже мой боба к тебе письмо пришло от твоей соседки ну твоей матери мисс тыдву помнишь ее короче она пишет тебе что твой второй кузин помнишь его бо он умер а другая твоя кузина помнишь тоже сали ну со стороны отца которая пишет тоже что умерла сестра твоя тоже умерла отец отец это та которая дженни типа а подожди о нет марлен тоже умерла они обе умерли потом она пишет про урожай что он погиб при за заморозков но в конце напишет что у них был этот жуткий торнадо и твоих родителей ну маму и папу убила зато она пишет что вылечила собаку у нее были черви ну собака с глистами ты давай друг держись если еще надо будет что-то прочитать письмо обращайся давай держись брат мой все бывает черные полосы собака это это содержатель памяти о твоей семье твоих близких а тем более богу самое главное что у тебя есть я вели и простак джембо который падла сука не можем сегодня как-то работу явиться ходит по полям шастается сука мелкая простите меня господи но мы с тобой всегда будем мы всегда с тобой я не могу ну да главное что у вас этот вот я вам очень не соболезную всякие как там горнада и горнадо болезни бобо на сердце у тебя теперь бобо тяжесть да у тебя пойдем выпьем прошу прощения миссис флетчер что у тебя денег нету может кто нальем дерьмо вместе с флетчером можно попросить у вас одолжение возможно я так полагаю что мы с вами все таки как это вот возьмите потом придете просто сказать аванс поработать вот так хотел вспомнить да ханове надо просим свои извиненные миссис флетчер придем к вам завтра утро благодарю вас до хранит вас господь и чтобы вы не оказались там где моя семья пойдем бобо хватит плакать господи я просто хочу им отдельное спасибо написать ну что они просто настолько мне подняли настроение я не могу они прекрасны кто их отыгрывает кто кто они прекрасные да да ночь да ханове с ними просто прекрасно вписалась бы прикиньте как бы ханове вписалась там бля они очень они мне нравятся это кто это кто просто кто я не хочу чтобы они меняли персонажей играйте на них пожалуйста дальше класс класс и причем знаешь как-то все настолько ну если как и релиз и реле реалистично и в тот же момент как-то грустно и смешно это было классно это прям было очень классно бери их ну вот я предложила и чтобы они пошли ко мне работать но у них сейчас не оружие ничего как они будут охранять их поубивает там блин просто-напросто и старпи я видела числе че да я видела габриэля вот я ему передали да он что там по поводу лошади которую мы ждали морган есть у меня морган до 45 долларов 40 ну с подковами и сидел а да вы хотите в общем или ну если можно то я бы не отказался не вопрос хорошо вектора и поехали для офигеть так может быть вы его сюда бы пригнали а надо подумать давайте может завтра и завтра не подойдет послезавтра а ну после завтра я его пригоню сюда в эту конюшню хорошо спасибо вам большое миссис флэчер а не за что что вот тогда поле да я его пригоню сюда как по возможности сразу с вами завтра точно что шла дома еду тогда спасибо вам всего доброго поболтать взаимно прекрасно выбить их спасибо господь поехали ребят закажем купче добрый вечер здравствуйте наш вам лучше не сказать подождем вы знаете мне так настроение подняли что я уже даже не обращаю внимание на дождь случилось нет ну как нет ну ничего такого просто пару людей подняли настроение все хорошо а где мама она сегодня немного приболела надеюсь ей станет получше странно конечно вчера было не ездили кстати никто из помощника шерифа к грейм грейм у них же там сгорела плантация и деревьев но сгорела это что там искать то вопрос провести допросить может к вам же кажется купер ну как бы покупал ленцы мне казалось мне казалось не знаю не знаю не знаю что грейм сказать насчет того что И... Блин, а я заметилась Говорю, поехали с Индони, пока не сильно стемнело Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Не, Бобо прям, да Слушайте, знаете, что мне кажется? Мне кажется, это не админы Мне кажется, это просто какие-то три парня Может быть, какой-нибудь небольшой стак Залетели И просто поставлю себе такие ники Типа незнакомец, незнакомец, незнакомец Да, знаете, я прям очень хорошо делаю, что еду сейчас А вот и Брейтвейты едут А это мисс Флетчер Мисс Флетчер Потому что далеко ферма находится Этот... Что я хотела? Так, надо что-то купить, каких-то булок Купчей, хорошо, что я сейчас решила их заполнить Потому что... Отправить деньги Потому что сейчас сделаю запрос Блин, мне его непонятно, когда одобрят Поэтому, да, надо пораньше Надо за двадцать Двадцать кубчик купить Один будет убираться, а второй молоко возить Да, но если они умеют возить повозку вообще, почему бы и нет Пусть... Святой отец подвинется Подобный янг Так, дайте что-то покушать Что у вас есть? Будем ли? Вот, фасоль Научим, да, не обучаем У нас вон, тем более, этот школу будет делать свою Боже, ну хоть кто-то на миссис Флетчер обращает внимание Я очень расстроюсь, если в итоге окажется, что они какие-нибудь там... Краймеры И тоже Миссис Флетчер подтираются, чтобы, блядь, ее в итоге грабануть Я охренею просто Жалко, нет, да, вот такого прям телохранителя какого-нибудь И хрен кто отыграет такого Не, я знаю, кто сможет отыграть Ну, он сейчас на другом персонаже На весь край мышадей хватит Да, блядь Слушай, если грабанут меня прям Самца и самку, то ни хрена мне не хватит Ух ты Это что? Прикольно Здравствуйте, я хотела бы заказать печать купчик Шестьдесят центов Шестьдесят Да, вот Итак, пишем Девушка Заказывает В Типограй И Двадцать Кубчик Печать Давайте Печать Штук Кубчик Вот Так Сейчас И запрос С большой буквы ДУ А, ой, да Блядь Забываю я Забываю Я не так часто пишу Блин Забываю Имущество Двадцать Кубчик Мотив Проказ Кубчик Вот Типа Графии Для Продажа Наши идеи Блядь Я хрен знаю Как мотивы писать Так Участники Энглес Филет Шеп Все Есть Да Спасибо До свидания Видели Амидай Амидай Прям рядышком Такой Коня Может сегодня Прям сейчас Готов поехать Как раз Под вечер Да Да Ага Уже Десять раз Сейчас Было Ну я не совсем Конечно Хотя Конечно Было Это прикольное Совпадение Как Габриэль Преподнес Все Что типа Вот так Вот так И потом Вот так Что якобы Это было заказное Все убийство Конечно Я не говорю Что это Короче Я не говорю С уверенностью Что это Точно Не так Или что Это точно Так Но выглядит Это реально Знаешь Вот так Вот типа Точно Выглядит Это реалистично Но мне кажется Что Это не так Это просто Такое Совпадение В смысле Не верю Ты что Конечно Бля Серега У нас там Оказывается Стримит Охренеть Челлаут Слушай Он Он меня послал За 3 доллара Блин Офигеть Да Вообще Не Ну как Доверю Словам Просто Что Вот Как То По той Мете Которую Я знаю Больше Склоняюсь К тому Что это Совпадение Но Опять же Я могу Не все Знать Ну Мой Персонаж То Не знает То 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 Тот Вариант Который Рассказал Этот Габриэль В принципе Он Сейчас Очень логичен И Очень Совпадает Прям Да Прям Клёво Совпадает И Если Это Так То Прикольно Круто Знаете Что У нас Если Сейчас У нас Купят Ложь Если У нас Сейчас Вот Моргана Купят Да Послезавтра Например 45 45 Да Вот И И И Замочек Плюс Вот эти 90 У нас Сейчас Это У нас Будет Где-то Еще 150 Долларов В итоге У нас Есть 240 На Чеках Плюс Еще Где-то 150 Грубо говоря У меня Может быть 450 Долларов И Будет Прикольно Типа Если Они Скажут Там В итоге Брейтвейт И начнут Что-то Возмущаться И Я Скажу Я Готова У вас Прям Вот Выкупить Все Без Каких Либо Уговоров Просто Я У вас Ее Выкуплю И Они Если Заломят Цену То В принципе Я Надеюсь Что Конечно Они Не Будут Смотреть Стрим И Затем Если Не Будут Заломывать Цену То В принципе Флетчер Может Психануть И Купить По Большой Цене Лошадь Потому Что Она Блях Как Хочет Эту Лошадь Ну да Ну да Да Я Его Днем Видела Он Бродил Туда Сюда По Городу На Лошади И Все И Потом Я Его Не Видела И Честно Сказать Последний Раз Видела Как Он Поехал Вроде А Куда Он Поехал Ну В сторону Города Сюда Он Поехал Мы Были С Нем Возле Возле Станции Вот А Потом Я Его Не Виняла Да А Что Хотел С ним Поговорить Ну Он Да Он Какой-то Сам Себе Вы С ним Больше Последнее Время Да Странность Только То Что Он Отказался Вчера Со Мною Поехать Поработать А Так Да Он Все Время Такой Сам Себе А Чтоб Я С ним Прям Общалась Да Нет Возможно Так Не Больше Вашего Общаюсь Ладно Если бы Делай что Нужно И вот Что Будет Ребята Я Отбегу На минутку Сейчас Сейчас Я Отбегу Сейчас Субтитры Продолжение следует... 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 какой-то ричард или не помню про циркова говорил да да я говорю да я вот на зеленый при спалку она говорит да я ничего не а как она ничего не делала если это единственная испанка у которой испанский акцент которая ходит юбки и которая дружит бабы которая ходит в портках да я такого я вот как удивился на нам говорит что как только она сказала что написал одеть штаны они испугаются все дадут работник если слайдчер мы готовы вам все что угодно отдать только детишка у которой работает делает один портной вот вот они целях жена да не посмеял целяйте вот увидели как они вообще женщину в портках или что его я говорю там все платьях платьях да вот как я спорил со всеми вот этими да 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 раньше это штраф можно было и хлопать да раньше их вообще можно было бы нечего без суда и следствие давайте по городу покатаемся знаете как было бы клево если типа когда-то женская моделька сидит на лошади было бы прикольно если бы юбка на круг падала на займельцу коня так красиво и не горбатиться ровно санку держит а то она как какашка вялая сидит сарделька пойдемте к преподобному сходим там как по моему эти ребята стоят наши работнички все представители и 9 и и и и и и хотел бы ли ты помогать таким же отчаявшимся парням которые лишились которые остались в этом мире одни да сэр и хотела были ты бога помогая пастору наставлять несчастные бедные обещал и устроили уже к священник а если я буду работать здесь моя семья попадет в этот к богу пойдем углу лежит каждого индивидуально но если они христиане и вы будете молиться на них конечно они знаете они бабу в детстве заставляли читать книгу а бога не умеет читать рассказывал истории боба не расстраивайся эта жизнь скоро закончится а небеса останутся навсегда и тебе там в них в этих небесах них тебе предоставлено славная жизнь главное помни боба не относись к богу с равнодушием или хма и легкомыслием это грех против бога но против и самого себя именно у вас хорошее познание миссис флетчер что нас заставляли учить библию ну смысле мы сами по доброй воле учили ее ну что ж это хорошее начинание мы обучали какое-то время обучались при церкви хотели бы чтобы боба тоже попробовал я думаю ему понравится он парень усердно что может находить в воскресенье на воскресную службу боба будет обучаться ходить в школу если у него есть на то желание много желаний я бы ходил да и вот и я но каждый день уходил если бы тут кормили еще ну что ж думаю можно это устроить если будете приходить несколько раз в неделю после занятия могу предоставить какую-нибудь пищу прекрасно прекрасно наш наш лучик света пастор а хотел бы я спросить у вас раз уж мы тут стоим всю ночь может быть у господа бога в кладовой найдется пару консервных баночек для нас я уже передал их вашим друзьям достопочтенные друзья мои во славу ваше имя господа я уже верю вас господь такая жалость такая трагедия жалость какая жалость мы обсудим это в нашей общине помолиться нашему господу богу я некоторые да я некоторые видео залила но я их скрыла кстати касательно миссис флетчер вам не нужны работники а я уже сказала что да пусть приходит думаю завтра могут начать выбирать вы нам не сказали куда идти вы нас наверное обманете как все остальные джентльмены что ты баба как ты можешь моя ферма находится вон там за лесом буквально сразу моя ферма стоит да придется пройтись конечно ничего нам не привыкать ходить пешком на дальние места из цепей намного легче ходить я пока закрыла но я открою серии благодарим вас от всех не от всех непроглядных и никак не могу отредактировать надо будет завтра сесть благодарю наши души души наши бессмертные того как я не никогда боже словно золото из ваших уст и льется прямо вне в уши и они освобождают нас от дьявольских пут которые нас окружают везде надеюсь что воля суда божьего должна быть исполнена покуда не поздно над всеми эритиками в этом городе неисповедимы пути у меня слышно тихо молимся господу и обратит он на нас свой взор на преподобный мне тяжко молвить сия но мне кажется что дьявол подлина явился своему слуге прям очень громкий он освободит его душу от благословения божьего и нам всем будет очень туго что можно сделать с этим дьявол постоянно пытается добраться до наших бессмертных душ все что мы можем это молиться господу нашему и быть непреклонным наших намерений что же делать когда за добро тебе платят все время злом каждый раз зло в этом мире вознесется следующей жизни а тем кто пройдет все испытания жизненные после смерти воссоединиться с богом нашим а время нынче тревожное что есть надежда все-таки я конечно есть надежда да да а за небесами есть еще небеса боюсь на этот вопрос сможет ответить только господь аминь аминь что же а может ли человек отречься от дьявола его учений ли он уже по век на веки оказывается во грехе но мы рождены в грехе я уже сказал постоянно пытается забрать нашу душу но следуя пути господним мы можем отбиться от него отринуть его и прийти к свету господню а что будет с грешниками которые совершаются страшные преступления лжесвидетельствуют обвиняют невин они будут гореть в ладском пламени если я скажу что я испытывал бы удовольствие это был бы грехом если бы я видел как грешники там жарятся ну что ж видите грешники получают свое наказание само по себе является правильным поступком но испытывать от этого удовольствие весьма хороший вопрос я думаю человек должен своей жизни отринуть такие помыслы чтобы войти врата господни а как же тогда надо реагировать если человек получает по заслугам как должному не нужно испытывать не радость не горесть здравствуйте сэр боже мой достиг великолепные слова если в библии написано не делайте себе кумира то почему у вас в церкви нарисована икона вы заходили в церковь сэр ну в церкви же должны быть иконы нет нашей протестантской церкви нет икон мы про святеряне чтим только библию поэтому мы отринули католичество приняли протестантство и ведем свой путь по законам книги также в библии написано то что нет никого бога бог есть отец учителя мира наш кулер славимовое время он сотворил все живое на земле уж с какой преподобный а что такое богохольство ну что ж это деяние намеренно сотворенные против воли господни и его принципов и заповедей нельзя оставить под сомнение то что говорит нам господь бог что ж это к сожалению нам неведомо недавно семья умерла а собака выжила соседка я уверена он сидит там вы листает найти блокнот такая трагедия настоящая трагедия необычайная цепочка событий которая проверяет боба твой так-так-так кто-то идет и устойчивость и сам господь бог велел тебе выстоять против этого и ты выстоишь богу потому что ты съел мою консерву именно мистер мазус не считая консервы очень правильное слово ну консерва да вкусная консерва было что простите святой отец а если бог мне повелит убить человека ну что ж бог господь наш не может видеть вам такого значит под его личиной скрывается дьявол дьяволом везде доброго утречка всем исход 22 глава 23 если же ты притеснишь их тут тогда они возобьются ко мне я их услышу вот их воспользуюсь вот восполнится не знаю дальше вы знаете так еще кто-то идет нет и тихо и убьют вас мечом буду джону ваш приговаривают убить дьявол подлин нас только дьявол может говорить такие вещи и правда ли преподобно ну что ж верхний завет кошмар довольно интересное чтиво мы можем об этом и поговорить на следующий это грех именно а если в человека вселился дьявол то умирает человек или дьявол для чего я сделал ну что ж вопрос конечно интересно а вот у меня вопрос можно богу такой подумать думать и подумать а вот бандиты вот они грешники же да они вот там воруют убивают насилуют а вот шериф как защитник да вот людей а если он и бьет бандиты значит он тоже грешник и мы его тоже должны убить боже богу что в твоей голове порой появляется вместо консервы верно что же убийство грех верно господь наш на смертном одре взвесит все деяния человека и если убивал он из жажды убийство он получит свою кару если он действовал для защиты других это будет иное иметь иной вес на весах правосудия значит шериф кис а может ли тогда шериф быть орудием господа нашего как проведение прямо как вы прямо как лучик света божий меч божий меч вот да у меня в голове прекрасная мысль я думаю бог не спасла в ее пастор вы являетесь щитом божьим а наш шериф является его мечом отстегающим головы грешникам иноверцам и еретикам трактовка весьма интересная да но и у дьявола есть много обличий иногда и шериф может попасть в окружении недобросовестных людей какой кошмар все-таки это испытания направлены на проверку его его сущностей его души да такая должность как должность шерифа весьма предрасполагает тому что дьявол испытывал чаще других как говорил мой пак куда бы люди не пошли рано или поздно закон будет и рано или поздно они обнаруживают что бог уже там был отличные слова на он был умный человек не вот у баба был папа болел очень умный у него голова была больше чем задница вот у баба наоборот все согласен печально баба ты не расстраивайся все еще будет ты главное поменьше кушать чужие консервы я только свои ям очень интересное у вас сообщение прошу просить меня нужно все добро миссис ночи же все добро ну прикольно слушай да как вариант что не они подхватили да или подхватили подхватили да короче мы почапали к вам нас благословили теперь вы почапали к вам если что не стреляйте не убивайте нас мы будем сейчас мы вам сорнячков уберем здравствуйте здравствуйте доброе утро доброе утро всем счастья и благодать я к вам подъеду скоро спасибо мы почапали так брейдвейтом тут нету да там вроде я не вижу лошадей поехали бритвейтом о о нифига себе тоже прикольно я даже не смотрела чё там за баллы можно замутить вообще просто пока что есть баллы какие там функции есть я не смотрела не ну мне кажется изменение смайлик очень даже прикольная штука ну что ребята да от отошьёмся еще раз да как думаете да сейчас нас еще раз пошлют грубо мармурярки да да ничего предложил назвать так баллы мне просто кто-то сказал да что я самый главный злодей вообще на всех серверах как морярки и говорит мармурярки а это я сама слова мармурярки ну и в итоге это да сми слышишь красный не получается привязать за его а блин погоди слушайте подождите давайте мы рона сейчас погодите давайте мы рона может мало ли у нас получится и он поможет нам перегнать лошадь рон 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 а ты сильно спешишь нет а можешь мне помочь если что я тебя отвезу как раз обратно в чем помощь нужно надо поговорить с мистером брейтвейтом и и ну и там уже оттолкнемся происходящим а вот кажется мистер брейтвейт да но мне больше надо с младшим поговорить он кажется поехал в город опять да я его видел когда он уезжал в город вашего сына нету да да опять ну если без ровных вам уже сказал то конечно нет у него сегодня очень много делать я ему сказал чтобы он разобрался с вами и с вашим вопросом как можно скорее рональд а где же твоя лошадь ладно рональд могу тебе отдыхает спасибо большое путь не близкий ну работа такая бля ребята это издевательство я дождалась утра младшего брейтвейта я видел как раз таки когда я специально дождалась утра и он уехал на да он уехал сказал в город по делам может быть он либо в сэндоне либо в роутсе понятия не имею вот ненормально блять это девочка у вас слушайте а я хотел спросить а у вас есть на код и нет они мне не очень нравятся но я знаю где можно достать а примерно в какую сумму они вылезают уже нет надо открыть блокнот я посмотрю я бы просто бы взял бы я вот видел пару наверное на код такая есть темно-синенькая и беленькая примерно не в центре вошли бы вот и я бы купил бы мммм ладно щас тебе же к аптеке да? да да меня к аптеке как обычно мое законное место кстати шериф катается на сынишке этой кобылке так да сейчас день добрый добрый а где ваша мать? она немного приболела надеюсь с ней все будет хорошо да простая мигрень переработала переусердствовала скажем так я вас не отвлекаю? на код и 65 и 70 это вот темно-синенькая и беленькая и три масти пока что это все три беленькая и вот это вот который ты говоришь она она они по 65 оооо замечательно слушайте не найдете мне темно-синенькую где-то где-то мне говорили да надо будет приехать домой посмотреть по записям где в какой конюшне я видела на коду и скажу тебе ну тебе ее пригнать ты ее будешь брать или как или тебе просто поставить в известность я поговорю с мамой вот на этот счет потому что она как хранительница бюджета бюджета да вот я ей скажу вот то что я узнала насчет лошадей и тогда уже я думаю уже завтра наверное я вам скажу насчет точно лошади просто как ну я думаю то что сделаем так же как и с мустангом хорошо примерно кстати я еще нарфольских рысаков разводить начала если что вдруг то они тоже кстати по приятной цене от шестидесяти до девяносто да интересно мы бы я думаю завтра да я вот я сегодня с мамой поговорю если она завтра будет себя чувствовать хорошо то мы можем к вам приехать на ферму и просто посмотреть на этих рысаков если вам понравится вот сегодня не жеребца я сегодня продала кобылка у меня пока что жеребы когда она там посмотрим я их только разводить начала да ну жеребчика сегодня ты видел наверное приезжал на нем забыла как его зовут они тут спорили о цене шекельфорд да вот на нем вот он купил у меня нарфольского жеребца понял понял у вас весь шерифский офис прям закупает а он в шерифском офисе да работает шекельфорд да ну вот он такой высокий вот чем-то похож на преподобного вот только со значком белой рубашкой не это он в колпаке был мужчина вот колпаке ну не колпак такой как котелок на голове небольшой а да когда ты лечил здесь бармена мы приехали и бармен спрашивал по какой цене я продала коня а понял вот рядом стояла в общем хорошо тогда завтра да обсудим да все я поеду а то у меня там работнички оказывается пошли работать ладно спасибо за да не за что то что довезли преподобный вы как я хотел с вами поговорить давайте я пройдусь пока давай ну хотел как раз обсудить вопрос про этих джентльменов а вы не поедете домой нет как я понял дела в их общине идут крайне скверно у них мало работы и начинаются проблемы с едой да да я им предложила работать у меня сказала что за загон там два доллара они прям счастливые были ну что ж это отлично я бы хотел часть пожертвований города потратить на то чтобы накормить общину так так давно я подведал ваш пирог из ремня весьма отличное блюдо я думал что если я приготовлю предоставлю вам все ингредиенты сможете ли вы приготовить несколько таких пирогов конечно конечно не вопрос я подумаю что еще можно приготовить ну что ж составьте список какие нужны ингредиенты я съезжу на рынок сэндени и закуплю все что нужно но я вам составлю и завтра либо оставлю у вас на тумбочке если сегодня оставлю хорошо благодарю вас что ж ну ладно я поехала а то мало ли до встречи да вот аккуратней тут и вы все ребятки погнали сейчас посмотрим что там у нас работнички работают для меня сейчас охренее наверно как они там работают давайте как обычно срезать ханови из нашей души не вылезают сон чтоб не как скачет домой Вот здесь мои зайки работают Бозечки мои, вы хорошие, мои зайки У меня нету бутылок, чтобы им дать молока Здравствуйте, мэм Здравствуйте Я вот здесь вот сено перебираю, а то оно у вас так вот лежит А что вы еще сделать успели? А мы вот только пришли вот по дороге Вот работаем уже час-пару часов Вот я хотел спросить, а этот обед будет? Я сейчас подумаю, что я могу вам дать покушать, а то я редко готовлю Боба любит хлеб, и побольше Хлеб, а что насчет овощей с грибами? А мама все есть А, отлично Смотрите, вот тут вот тачечка, вот и вилы Я в нее обычно навоз собираю и туда вон возле дерева, вот за конюшней скидываю Ну и поилке просто налить воды И вот здесь дать у кисена, раскидать там коровам Вот, и лошадям, да и все по сути Ага, ладно, пойду посмотрю, что я могу вам принести Покушать Так, ладно, я не скоро выйду, понятно Добрый день Добрый день вам, мисс Фетчер Да Я уже наколол вам дров А я вам подмел этот Спасибо большое Вы скажите, а вы, ну, дальше будете что-то еще делать? Да Конечно, мы будем облагораживать вашу молочную фабрику Мы мастера на все руки Я Бобу сказала, что нужно сделать Вот, может он вам передаст Я сейчас посмотрю, чем я могу вас накормить Было бы крайне неплохо, мисс Фетчер Благодарю вас Да, не за что Вы так добры, вы так добры Вы так добры Николас Я так давно не видел хорошего отношения Вокруг одни сволочи Злобные Блин, у меня как Ааа, морковка, одна штучка Одна штучка, ребята, морковки Сволочи облитые сволочизмом Делые сволочи Что я могу им еще предложить? Подождите, давайте Они даже сорутся, как сволочи Что я могу им предложить еще? Нормальное мясо Погодите Ковбойский фасоль Пустая тарелка Консервная фасоль Хлеб Нету Мясной раку Дикая морковь Картофель Душица Животный жир Пустая тарелка А ну-ка Блядь, кто-то запомнил? Конечно же нет Животный жир Что там Пустая тарелка Картошка Морковка Блядь Какая у меня память А, вот Нет, почему Картофель Сейчас Где она Мясное рагу Мясо и грибы Ух ты ж, блядь Как-то А я же положила Мясо и грибы А, ножик надо Наверное Сейчас, ребят Вот Пожарите ленину на огне Не, погодите А почему я не могу? Ребята Я такая тупая, да? Душица Ну, конечно, блядь Конечно, конечно Душица Вот Жареные И все А, вот Мясное рагу И давайте Так Что? Блядь Места нет Лайфхак Закупаешь кукурузной мукой Кормишь их лепешками Дешевая сердита Ну, слушай Ну Вот теперь Шо это такое? Нету места А, я вот так сделаю Чик 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 Вот Мясное рагу Так, сейчас Дайте я анимации Анимации Работать Работать Будь стол Слушай, мне Мне на самом деле Реально приятно Что они Пришли И они Ну, делают Блин Не вот этого Там Работа Не слишком Престижная Да Такие Реально Реально Пришли и делают Мне нравятся они Мне очень нравится Что это за ребята Очень классные Молодцы А, просто два блюда Нет Погоди У меня слишком много Тарелок этих Так Животный жертв Точно Мне не нужен Дайте я Знаете Что Они Походят РПШ Из Какого-то Хард РП Хрен знает Возможно Ну, РПШ Это они Реально Прикольно Мне очень Нравятся Очень Они Молодчинки Классно Так Сомневаюсь Что нам Понадобятся Грибы Но Все Ожидайте Я возьму Это А Это Что Что Так Измечанный Табак Американский Женщин Тимьян Ползучин Тимьян Тимьян Давай Возьмем Тимьян Давайте Я возьму Две Такие И две Вот Такие Склад Просто Две Такие А Вот Эти Тарелки Я Просто Положу На стол Вот Сюда Пропадут С Рестартом Ну И Хорошо Что Я Уже Слишком Много Почему А ну Крафт Не Нифига Я Для чего Это Закупала Ковбонский Фасолевый Суп Нет Это Не То Красный Хаш Картофель Дикая Морковь Консервированная Фасоль Вот Это Я Хотела Сделать Дикой Моркови У меня Нет Надо Купить Дикую Моркови Вот Это Пирог Кстати Тема Хорошая Баранина Пожарить Дичь Живистая Пожарить 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 Похлёбка Супер Готей На этом Мы знаем Морковь Солёная Потроха Консервированный Горох Рагу Одинокого Ковбоя Вот Это Я Ещё Хотела Попробовать Вот Кукурузу Надо Кукурузу У Николаса Тимьян Картофель Пустая Трех Вот Да Кукурузу Надо Было Купить Короче Мне надо Купить Дикую Морковь И Кукурузу Чтобы Наготовить Здесь Еды Какой-то Нибудь Какой-то Нибудь А кто У нас Кукурузу Выбросил Кто Выбросил Кукурузу Николас Ты же Со мной Сегодня Не рассчитывался Я Кукурузу Надеюсь Вообще Я Бру Мост Нереально Реально Нереально Раз Два И Три Я Вчера Выкидывала Когда Молоко А Ну Спасибо Забыл Раз Раз Тарелочка Получится Поставить На стол Два Да Да И Вот Вот так Вот Три Да Блядь На стул Поставил Да Бидон Здоровенный Да Здоровенный Да Во Все Места Кажется Какие-то Костюмы Повыкидывают Что ли Они конечно Не там Убирают Не Вон Несет Куда Уж Больше И Так Спотел Как Мол Мола Кстати Потеет Еще Как Скажите А вы По воске Умеете Водить Конечно Мэм Ох Это Все К Мир Он У нас Профессионал Да Ну Что Ты Ты Мель Стиш Ни В коем Случай Брат Блять Все Костюм Не мешает Будет Собрать Че Мы им Дадим Че Они у нас Тут Бедненький Этот Заработают Деньжат Красавчики Да Пусть Пусть Не Умнички Просто Пошли Отыграли Мне Очень Нравится Как они Отыграют Молодцы Прям Блин Молодцы Прям Очень Молодцы Все Это Мои Не Отдам Все Не Отдам Буду Как Своих Деток Беречь Надо Будет И оружие Им Дадим Молодцы Не говори прям, да, как-то, да, соберу свою банду. Я уверена, прям банда получится, банда. Прям банда. Думаю, я вам завтра покажу место. Периодически нужно возить молоко в Сен-Дни. О, в Сен-Дни? Конечно, мы бы отвезли, конечно. У меня, правда, повозка, она одноместная, вот, маленькая. Вот. А, мы с такой управлялись. Вилли, он профессионал, я говорю, это ни в коем случае. Я к тому, что вряд ли кто-то сможет поехать в компанию, если вы с ним в лошадке. О, это, это очень легко. Это очень, вы, вы в этом деле, это повозка, вот, это одноместная для нас, это вот так вот, раз в пыль. Ну, я вам тогда завтра покажу. Мы туда все завезем. Не, ну все не надо, прям, там же бидоны будут стоять с молоком. Да, мы все повестим. Ему худеть надо. Боба побежит, мы уже так ездили до Сен-Дни. Боба побежит. Ну, в общем, мы ему как-то раз Сен-Дни оставили, там туман был, и ночью была, такой бедный, потом пришел пешком нормально, через болото поперся дурак. Всегда дом найдет. Да, согласен, всегда дом. Правильно говоришь. Да, Боба? Ну, в общем, я вам покажу завтра место. Обычно я беру с прибыли 60%. Там получается обычно около, грубо говоря, 4 доллара плюс-минус. Вот, 60% мне, а 40% вам. Так, мне про эти центы в банке говорили. А, смотрите, вы просто будете приезжать, отдадите мне деньги, и я вам вашу долю отсчитаю. Пойдет так? А, ну, если так, то хорошо. Если так, то все сделаем. Ну, так вам будет, наверное, удобнее просто. Ну, тогда завтра я вам все покажу. Вшаку лучше. Да. Конечно, конечно. Вы нам говорите, а мы сделаем. Ладно. Кстати, прошу прощения, что там насчет супа? Обеда? Да-да, конечно, я приготовила. Можем пойти, ну, покушать. Как раз... Да, дождь. Вы уже промоклили за меня, прошу прощения. Парни, пойдемте жрать. Там письмо, да, читал. Бля, Николас, это просто вообще... Да, у Боба, у Боба. Николас, я там сама чуть не померла от этого всего. Это просто прекрасно. О, блядь. Садитесь за стол, там накрыто. Я сейчас приду. Конечно. Оружие, ребята, нет, я забыла оружие в лошади достать. Где дымка, дымка. Да, я сейчас, я, да, вернусь. Да, блядь. Ё-твою нахрен. А-а-а. Во. Чик, 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 чик. О, они умнички, они даже... Они видели, как я упала? Проходите. Заходим, Бардо. Благодарю вас, Мэн. Благословим вас, Господь, Мэн. Да, красиво. Боже мой, что за запах. и конечно сейчас очень стрёмно что они это но вроде у них приятного аппетита надеюсь вам понравится где ваш товарищ идет кушать идете кушать да 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 аше прощение боже как тут у вас чистенько красивенько спасибо не буду вас идет ненько приятно что вы пожалуй за последнее время вообще вот эти вот два письма их надо выбросить уже что еще обычный лист ладно блокнот боже ты море не знаю как себя сдержать чтобы сейчас просто не накинуться на эту замечательную по серёга накидал не шкур здесь вы смехали парни я бывал как-то в одном из ресторанов смотри так там не было даже какого-то благодать действительно благополивался господь наконец здесь послал до нас свою сколько можно терпеть сколько можно страдать вкусный горячий обед не то что это жалкая кукуруза которую заводятся магазины раз в неделю так он еще и закрывается а это у них молитва была тип они шикарные они просто шикарные они мне очень нравятся у них каждый особенный да каждый персонаж прям особенный прям даже как по привычке такой еду в жизни-то не видел ты меньше слов больше ешь это еще надо работать давай давай может это бери пока не остывай а можно добавки баба как не стыдно объешь всю ферму я честно говоря вот только на три порции наготовила что вы мэм не переживайте это баба он простите простите ну не надо кормить он научится манерам у нас все я нашла замену я сказал баба прошу прощения за мои манеры да все в порядке у меня есть консервы могу консервы дать что вы что вы оставьте оставьте баба и так уже много он уже объел весь как вкусно то превосходно превосходная похлебка мэм просто просто обведение вы сами вы сами рецепт сделали вы сами создают господи боже я вас приравниваю к святых да это матушка говорит ну научила они прекрасные они просто шикарные да ваша мать у нас святая женщина просто превосходно повели меня наш путь бог она была припал да твою маму все знали а большая женщина большим сердце а где вы живете мы мы живем в общине возле города ну да крайне в город то нас не пускает жить поэтому на окраине это там где три домика да 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 вот а мы в основном у нас даже представляете жизнь то какая у нас у самих то жизнь суровая а вот к нам взяли и послали как раз эту поселилась к нам местная женщина знахарь с ребенком чудесная женщина наверное но не точно боже я сейчас от счастья упаду что ты что ты держись давай боже мой ой держись за тарелкой главное все я я ее всю короче и даже быть не надо ну смысле боба я тебя сколько раз говорил внизу не налегай на воду опять потом постель промочишь у меня такое ощущение что это ребята из санрайза какого-нибудь знаете это вообще ужасного запомнишь когда последний раз целое озеро было я думал мы утонем а где чашка ребята было целое озеро да нормально да я ужасные времена я на так засмотрелась на них что я что я просто уже пропукала я чашку еще кто-то стоит за нас волноваться он сел и потом встал и так он так пытался сказать нас полностью это скажите по полностью полностью нам помогли нас накормили приютили заплатить кстати да вы же работали не один так что секундочку очень-очень вкусно эх мозус вот и да такая вкусная господи честно я им гулять у просто не очень клёвые я им готова ма готовила свиную жопу в святание такой аппетитный был да не я реально за такую работу плачу такие деньги каков два доллара в городе дала и вот еще вот заработал вас же трое работала возьмите по что вам благодарю вас мэм и такая щадра мэм такая добрая мэм благослови благослови вас господь господь аминь светлее человека не видавал я в этом городе а а сволочей мы навидались поболее сволочей разного сорта но вы вы моему вы просто вы знаете светоч дня для нас про щит и меч про щит и меч я говорил про щит и меч что пастор до щита шериф это меч а вы ваша конек вы сердце вы сердце зажигающие не на тоже разовая сразу плачу так манеры 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 прошу прощения очень вкусно и то что из корытора богу и то что из болота пить свой такой привкус есть крокодиловый привкус да 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 не любите они попались как надо вкусно будет прям очень это тоже мясо полезно говорят для организм говорил какой-нибудь этот не помню шарлатан с улицы перед ешьте червей ну да ну всяко в жизни бывает было время когда я садовником работал ну так вот этот у одной этой разорившийся богачки денег у нее не было я прихожу голову вижу у нее на заднем дворе жирную крысу сообщаю она говорит это белочка не обращайте внимание не хотела чтобы другие узнали что у нее по заднем дворе крысы бегают поэтому говорила всем белочки каковы нравы лишь до видели бы к эти хвосты у этих белочек они вот прям такого размеров для да да они прям как боба вот такие бегали там белочки хвостик как швабра ну да конечно конечно а вот бывали на севере не вот и вот дорогу вот дорога которая идет на север который вот по моему через этот через валентайн идет да вот если пройти немножко на северо-восточный на юна на северо-запад лучше не стоит по той дороге я никого не видел чтобы кто-то пошел от 60 лет назад поселенцы туда двинулись так и не вернулись заблудились наверное пришлось друг друга жрать казали там индейцы за это случилось где-то в районе у дома райли где он топором зарубилась полсотни детей и хранил их тела в подвале где-то есть мост его не пропустите моста проклятой до его построили там на костях 200 китайских рабочих их там в этом в тридцать четвертом порешили до американская мечта так называемая да с той дорогой блога истории лучше по ней не ходить вот гора там тоже такая же вот есть пойти дальше дальше валентайна на север да вот будет гора тоже не советую туда подниматься у печальная слава на ней погибло уже 35 человек до сих пор там их духе бродит именно на этой горе вот кстати загрыз мальчик волчонок туда даже туда даже пастор боится сунуться да потому что некая тайна вместе с шерифом да да там когда-то была эта гора она была кладбищем индейского племени вампиров бачика они пожирали детей выкалывали им глаза печальная слава у той горы это мы валентайну уже не ходим которых всех уже высекали всех племя высекли но они успели проклять проклясть да проклясть успели ну да и свое золото и свои перья которые остались и стрелы свои но мало ли всякая в жизни бывает бежок свистит и бэк летает я тоже хотел историю рассказать проснулся я и пошел работать а а потом ты пошел кушать правильно и на этом все закончилось а потом ты а потом ты в оба люк отдрикнуть такая вот история бобу ты такой молодец такая история у тебя насыщенная просто заболуешься заглядеть пуза вкусной пищи слышать такую вкусную историю от себя это просто умопарительно умопарительно я чувствую что-то мокрое думал дождь пошел а кастер описался вот пришлось что-то больше бобу хватит бобу все порой ты часто ты не описался бобу ну и что хорошо потому что сейчас бы сам бы отмывал все как так тебя-то пригласили в топ такой многоуважаемый красный лист статья за мысли чтобы ты даже не думал подписаться вы не бойтесь он это он же не животное он это чаще всего по углам это делает они так нигде попало главное место показать кошмар спрашивает ну парень хороший вы на него и ругайтесь я его сразу бабу я просто историю хотела рассказать мы послушали история твоя просто прекрасно богу сегодня ты мы сиял превзошел после вкусного обеда можно и поработать я всегда готов работать кстати мне не нравится первые три буквы в слове работа но все равно пойдет а это не страшно тогда будем я завтра вам покажу просто нужно везти я сейчас уже отдыхать лягу вы наверно до поздна не задерживайтесь сильно потому что вам же еще идти нужно будет по темну не очень небезопасно мы до вечера будем здесь облагораживать вашу замечательную прекрасную фабрику молочную и потом тоже пойдем давай давай завтра потому что я все бутылки развезла а битоны закрыты обязательно и битон могу открыть не получится это будет уже преступление а после преступления будет наказание я так просто к слову спросить если чеки если что мисс а если что миссис прости бы ты пожалуйста если что боба блять я такая напасть не напасть и просто попробовать у корову завоение он любит коровам хвосты крутить 4 они в правом загоне а в левом меня лошади бегают лошадям лучше не крутить а то могут ударить можно умереть ну это уже проблемы боба будут я думаю тупее от этого он не станет может умнее станет смотрите какой он милар да не за что благодарим вас мэм за то что приютили нас облагородили дали нам денег пищи и и это потому что господь не с ними потому что он ненавидит идиотов и лодырей прошу за прощение я буду отдыхать вы не задерживайтесь допоздна спасибо вам отдыхайте приятного отдыхать и не беспокойтесь будет хорошо сладких вам снов до свидания снов спокойной ночи удачи мисс вечер пусть вам снятся ангелы ангелы сердечками они прекрасны боже у них они прекрасные они я прям ребята я от них кайфую вот реально я кайфую они очень классные ну прям блин классные классные я очень хочу знать блять кто это отыгрывает значит спасибо напишу там но они просто восхитительны что они прям да они прям очень удачно мне попались они прям очень мне подняли настроение после брейтвейтов с этим письмом у меня просто истерика надо будет клепануть надеюсь хватит там времени чтобы заклепать все ребятки давайте до завтра все всех целую всем спокойной ночи а блин кстати я не знаю буду я завтра или нет но я постараюсь в общем давайте всех целую всем пока пока